Большой волонтерский отряд в многодетной семье Железка, гости постоянные. Каждый раз визит активистов долгожданный и особенный. Младшая Андрюша читает стихи, старшеклассница Марина делится, как она провела лето, а хозяйка дома угощает вкусными пирогами и горячим чаем. Неотъемлемая составляющая встречи – подарки. Яркие наборы карандашей, ручек, фломастеров и красок, тетрадки, пеналы, креативные точилки и ластики. Глаза разбегаются, дети спешат поделить подарки. Карандаши, фломастеры, вложки, тетрадки, линейки. Все, что нужно в школе. А что больше всего? Не знаю даже. Тут все очень красиво. Очень приятно за такую указанную помощь. Это очень хорошо, что организовано такое у нас. Детям очень приятно, оно будет очень нужно для школы. Большое спасибо, очень приятно. Хочу пожелать всем терпения, учителям, хороших учеников, детям, хорошего настроения, хороших отметок. Чтобы они с удовольствием шли в школу. В этой семье таким подарком безмерно рады. А еще обычный будний день в одночасье стал мини-праздником. Организовали который в большей степени неравнодушные и милосердные брещане. Все подарки были куплены в ходе благотворительного марафона в школу с добрым сердцем. Брещане оказались неравнодушные. На пунктах сбора в детском мире и в парке культуры 1 мая они приносили тетради, канцелярские стерки, ручки, канцелярские принадлежности, игрушки, вещи, которые мы в дальнейшем разнесем. У волонтеров движения Московского района пока на очереди 8 адресов, у ленинцев порядка 20. Принять участие в акции может каждый желающий принести подарки для школьников. Можно в районные центры, комитеты. Это по адресу улица Малая 3. Приятно, что с каждым годом количество желающих принять участие становится больше. Акция продолжается. Если вы вдруг заметите в торговых объектах города ребята в белых майках с яркой оранжевой надписью на груди «Волонтер», подходите и присоединяйтесь к марафону добрых дел. Порой даже самый скромный подарок способен вызвать улыбку и благодарность, а его обладателя сделать пусть немного, но счастливее.